Каждый человек хочет получать медицинскую помощь быстро, качественно, но порой не всегда это удается. Цифровизация позволит облегчить труд врача и дать ему более полную картину о пациенте, сократить очереди, повысить доступность медицинской помощи для пациентов и иметь данные о состоянии своего здоровья в электронном виде. Этой теме посвятили научно-практическую медицинскую конференцию, которая стартовала в Ульяновске. Спикеры выступили с докладами на актуальные темы. Одним из главных вопросов как раз является цифровизация в системе здравоохранения. Цифровой контур – это возможность визуализировать все то, что происходит с нашим гражданином в системе здравоохранения и возможность проактивно формировать новые подходы и новые решения в области поддержки его здоровья. Еще одна составляющая цифровизации – медицины, кардиологии. Это, конечно, возможно, чтобы у пациентов был доступ к врачам дистанционно. Я думаю, что это все возможно, это реально сделать. В конференции принял участие губернатор Ульяновской области. Он поблагодарил врачей, медсестер, представителей научно-медицинской общественности за их непомерный вклад в медицину. Грамотными и памятными подарками наградил выдающихся работников в сфере здравоохранения. От всей души благодарю вас за интерес к нашей конференции и за ваш вклад в развитие системы здравоохранения Ульяновской области и всей страны. А вот в областном онкодиспансере с цифровыми технологиями работа уже ведется. На данном этапе внедрены две информационные системы – Анкор и ЛИС. Анкор позволяет завести электронную карту пациента. Через систему можно контролировать лечение, диагностику, наблюдение, а главное – отслеживать маршрутизацию пациента. Срок маршрутизации имеет большое значение для пациентов с онкологическими заболеваниями. И чем раньше начнется лечение, тем лучше результат. Лабораторная информационная система ЛИС работает с начала этого года. Она предназначена для автоматизации процессов, протекающих в лаборатории. Программа позволяет направить пациентов на анализы, получать результаты и все это в электронной форме, что позволяет ускорить работу медицинского персонала. Это автоматизировало работу медицинского персонала, что позволило улучшить доступность медицинской помощи и сократило время исследования. Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. Уже на примерах видим, что цифровизация данной отрасли помогает упростить работу врачей и решить насущные проблемы людей.